Обустройство дома может превратиться в увлекательное занятие, если прислушиваться к мнению специалистов. О лучших советах архитекторов и дизайнеров расскажем прямо сейчас. Если комната выглядит пусто, поставьте цветок вази. Это будет смотреться стильно и изящно. Еще по возможности не заполняйте все полки дома. Так вы избежите эффекта захламленности, а интерьер станет более элегантным и утонченным. Это же относится и к веранде дома. Не стоит нагромождать двор всем и сразу. Помните о минимализме. Желательно, чтобы большая часть газона была свободна. Преобразить ландшафт участка можно с помощью дорожек из натурального камня. Такой материал практичен в использовании и способен служить, не теряя свои свойства, более 300 лет. Превратите веранду в любимое место всех гостей и домашних, оборудуя ее мягкими креслами на деревянных ножках и журнальным столиком из массива. Позаботьтесь о уютном спальном месте. В интерьер хорошо впишется спальная система с мягким изголовьем и основанием. Благодаря прочному креплению между изголовьем и основанием комплект можно разместить как у стены, так и в середине комнаты. Если вы хотите, чтобы все необходимое перед сном было под рукой, дополнительно к спальной системе установите прикроватные тумбочки с вместительными ящиками для хранения вещей. Еще один совет. Хотите выделить свой дом на фоне однотипных построек? Тогда выбирайте для обшивки фасада сайдинг нового поколения. Ведь его можно комбинировать с другими материалами, создавая неповторимый, а самое главное индивидуальный экстерьер вашего дома. Сайдинг нового поколения можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. Горизонтальная установка это классический вариант монтажа, а вертикальная обычно используется для выделения архитектурных форм, фронтонов или террас. Для придания нужного внешнего вида следует учитывать дизайн и цветовую палитру окружающих дом элементов, заборов, построек на участке, кровли. Также сайдинг отлично сочетается и с другими стройматериалами, например, с кирпичом или штукатуркой. А чтобы сохранить внешний вид фасада здания на долгие годы, следует соблюдать правильную технологию монтажа и ухода за сайдингом. Еще совет. Не смешивайте в дизайне множество разных оттенков. Для этого используйте не более трех локальных цветов одновременно. Если вы уверены в своих силах, можете дополнить интерьер близкими тонами. Результат не заставит себя ждать. Комната будет выглядеть более гармонично. При этом в любом, даже самом консервативном интерьере должна быть динамика. Ее можно легко получить за счет ярких подушек или другого текстиля. Еще одно правило – это доминант. Если у вас классический стиль, то внести яркий акцент можно за счет ковра. Но его можно использовать только в спокойном интерьере. Если ваша комната уже кишит другими цветами, то подберите это текстильное изделие серого или белого оттенка. Следуйте нашим советам, и вам не захочется покидать ваш дом.